Всем привет! Меня зовут Елена Баския. Сегодня мы с вами поговорим о самом животрепещущем вопросе, как же выбрать своего тату-мастера. Мастеров у меня было очень много, а именно 15! Блин, как это показать-то? Черт! Для начала мы с вами выделим два пути. Налево пойдешь, свой стиль подберешь, а направо пойдешь, сразу мастера найдешь. Итак, путь номер один. Вы уже решили, что вы хотите сделать орла со стрелами в когтях. Просто орел и просто стрелы. Что же вам делать? Конечно же, вы весело бежите в соседний подъезд к тете Глаше, и она вам советует своего друга дядю Петю, который за бутылочку пивчаги сделает вам нормального пацанского орла. Не надо так делать! Это самое страшное, что вы можете сделать. После такого душевного домашнего сеанса вы можете сразу бежать в КВД. Да, или вон КВД. Ну, тут как бы, смотря, какой дядя Петя. Самое главное, если вы уже определились, что вы хотите видеть на своем теле, вам нужно понять, в какой стилистике это будет выполнено, и что такое стиль в татуировке вообще. Обязательно следите за моим каналом, у нас будет много выпусков на эту тему. Стилистик в татуировке огромное множество, и одного и того же орла можно изобразить совершенно по-разному. Может быть, это будет графика, и тогда это будет выглядеть, как в старинной книге. Можно просто сделать копию с фотографии, а можно стилизовать под хайду. Можно обмануть себе комиксный вариант из Короля Льва. Выбор за вами. Главное, не идите просто так, чтобы сделать. Изучите вопрос, обязательно подпишитесь на паблики, которые собирают лучшие работы мастеров со всего света. Небольшой список мы подобрали для вас, и он есть в описании к этому видео. Так важно? После того, как вы потратили хотя бы неделю на изучение пабликов, и поняли, в каком стиле вы хотите видеть свою татуировку, вам нужно найти того самого мастера, кто работает именно в этой стилистике. Это очень важно, поверьте. Вы же не идете с гастритом к лору. Конечно, можно заглянуть в желудок через ухо, но я думаю, это сомнительное занятие. Поэтому вы выбираете себе хотя бы 10 мастеров, и начинаете за ними следить. На машине за ними ездить, да? Конечно, такие очки одеваешь, плащ, и голенький внизу. У каждого хорошего мастера есть свой почерк, свои фишечки и особые черты, которые его отличают от остальных мастеров. Может быть, это особое сочетание цветов, или какие-нибудь авторские детали, которые отличают его от других. Может быть, это размеры и пропорции. В общем, наблюдай. Обязательно смотрите сторисы прямые эфиры. не ведите сразу к мастеру сломя голову спешить то некуда а вот в эру фильтров и приложений для обработки фото можно сильно наколоться и причем в прямом смысле этого слова даже самая стремная татуха который обработали кучей фильтров рядом положили веточку сирени да еще девочка красивая на заднем плане ребята это маркетинг это как подкрашенные бургеры в рекламе по телеку а вот прямые эфиры не врут там сразу видно все косяки а еще лучше будет если вы приедете на тату конвенцию и посмотрите как выглядят татуировки на людях вживую с расстояние метра на загорелой кожи на мужчине или на женщине особенности очень много все это вы должны увидеть своими глазами и тело у вас одно относитесь к нему с уважением путь номер два вывалила я анфиса чехова пошла сидите вы такой красивый с утра с чашечкой кофе пролистываете ленту instagram и о боже видите ту самую татуировку которая поражает вас в самое сердце и ни о чем больше думать вы не можете естественно вы начинаете смотреть что за чудо мастер сделал эту работу переходите в его профиль просматриваете все его работы и если большинство вам нравится это будет идеальный выбор если из 100 работ вам нравится всего одна то вариант того что вы получите именно то что вы хотите но такой теперь вам нужно записаться на консультацию и даже если вы не до конца понимаете что хотите сделать приходите не бойтесь разговаривать грамотный мастер обязательно поможет вам понять в какую сторону двигаться пока вы будете ждать дату консультации пособирайте картинки которые вам особенно нравятся фотографии работ мастера которые вас вдохновляют вместе со всем приходите к нему и вы точно определитесь если во время консультации вас начинает что-то смущать ни в коем случае не спешите записываться татуировка от вас никуда не убежит а вот сводить татуировки больно дорого и короче очень тяжело не надо вы спокойно можете сходить на несколько консультаций к разным мастерам не бойтесь они вас не сидят кто бы что не говорил я верю в то что татуировка это обмен энергиями и вот когда вы лежите такой беззащитный а мастер делает вам больно в этот момент вам должно быть максимально комфортно обязательно выбирайте мастера под себя если вы нежный лопушок и вам нужна забота обязательно ищите мастера кто будет вас успокаивать если же вы любите пожестче выбирайте мастера кто будет смотреть на вас как на ничтожество и вы будете бегать за ним и искать возможности чтобы он дотронулся до вас своей волшебной иглой если вам нужна четкость пунктуальности границы обращайте внимание на это уже на первой консультации если уже вы хотите фана выбирайте салон которая оформлен под гараж и вы будете вместе с мастером где-то за диваном бухать пивчик и бить себе татуировки представьте себе вы приходите к бухарю и говорите ему что вы хотите набить себе шри чакра янтру чтобы усилить внутреннюю энергию он подумает что это отходняк после пятницы и скорее всего посмеется вам в лицо но если вы придете к мастеру кто практикует вполне возможно он даже посоветует вам куда лучше ее сделать чтобы она заработала правильно в общем скажи мне кто твой мастер и я скажу кто ты обязательно должен быть контакт между вами и мастером потому что если кто-то из вас считает себя центром вселенной есть возможность не доделать татуировку а чужих мастеров уговорить доделывать работу очень сложно мастера универсал они конечно же есть но я ни разу в жизни не видела чтобы все стилистики мастер делал одинаково хорошо чтобы быть асом в определенной стилистике мастер должен заниматься только этим а если он делает всего по чуть-чуть то и результат будет на пол шишечки не бывает плохих или хороших мастеров есть просто мастер который вам подходит и который не подходит и это только ваш для того чтобы не пропустить мои новые выпуски не забывайте подписываться ставить лайки оставлять комментарии с пожеланиями о новых темах которые вы хотели бы видеть на моем канале всем пока пойдет не пошли в пляс хочу не ставить лайки